Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня мы играем на проекте Мазинку Реплей, сегодня у нас будет новое интересное видео, в котором мы сравним две очень интересные машины, но сравнение будет необычное, потому что сравнивать мы их будем полностью с Stage 5. Stage 5 это самый мощный чип, который доступен только основателям и разработчикам проекта. Большое вам спасибо за активность на серии, где был Magnum Stage 5, там вы набрали больше чем 300 лайков, это реально очень круто, и если вы хотите еще видеть подобные ролики, то давайте постараемся на этом видео набрать 300 лайков. Набирайте 300 лайков, я запишу еще круче видос, где будут уже другие машины, да я знаю вы хотели там Бугатти, хотели еще какие-то другие машины, но пацаны я снимаю в первую очередь то, что мне интересно, и я думаю наши вкусы совпадают, поэтому сегодня в видео у нас будет получается елик новый, получается Stage 5, и будет получается новая ешка тоже Stage 5. То есть сегодня в видео будет 2 машины на 5 чипе, поэтому за это точно нужно поставить лайк и подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Также не забывайте вводить по промокод, пишите ММ, потом 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гимм, капсом, за который вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Сколько едет елик я уже честно проверил, а сколько едет ешка я еще не смотрел, не проверял, поэтому это будет интересно. Также я вам напоминаю то, что у меня есть своя семья, я всех вас жду, можете проходить в семью, звоните мне в игре, пишите мне вконтакте, всех с радостью буду принимать. У нас сейчас на проекте самая активная семья, у нас есть особняк, у нас есть машины, все короче у нас хорошо. Наша цель это накопить 1000 ваучеров, на данный момент у нас 477 ваучеров, поэтому кто желает можете проходить нам в семью. Итак, давайте я вам покажу карпас, чтобы вы убедились в том, что здесь действительно стоит 35, если что у меня здесь стоит обычный чип, то есть мне его поставил руководитель проекта Кирилл Литвин, большое ему за это спасибо. Выдать 35 может либо разработчик, либо руководитель, обычно администратор не может выдать данный чип. На самом деле я боюсь не ехать, потому что это очень опасная машина, ее и в принципе видите как носит жестко, это я еще в пол не нажимал, нормально без нитра мы ехали. А если нитра включить, мне кажется будет полная жопа, но давайте сейчас выйдем на наш полигон, полигон у нас будет проводиться в Бусаево, надеюсь что мы никому не помешаем. Ой, честно страшно нитра даже включать, ее просто носит очень сильно, она просто боком едет пацаны, вот просто, я не могу разогнаться, я не могу, она боком едет, понимаете? Давайте сейчас обратно вернемся и попробуем без нитра поехать. Так, давайте теперь без нитра, просто так плавненько попробуем разогнаться, ее даже без нитра видите носит. У него просто адский разгон, так 280, 290 было, 300 я почти было видел, 301, 308, 320, 324 я видел, очень пацаны страшно, очень страшно. Ладно там Маглуб, знаете, у него максималка 250, ну то есть это не так страшно, но когда-то едет 320 на Ешке заднеприводная зимой, которую носит как суку просто, это просто жесть пацаны, реально. Я не знаю куда мне нужно выехать, чтобы максималку разогнать, я вижу то что она может больше, ну реально жесткая машина. На елике честно попроще будет, потому что елик полноприводный, это Мерседес заднепривод, мощность просто, она просто шлифует даже без нитра, с нитра я даже пробовать не буду, честно. И сейчас попробуем еще раз посмотреть максималку, так, 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 носит, носит, у него на скорости 250 несет. Кстати, я здесь подумал и понял то, что у елика и у этой Ешки максималка, ну с обычным чипом одинаковая, там 248 километров, то есть соответственно с третьим чипом скорее всего у них максималка будет тоже одинаковая. Мы постараемся сейчас это проверить, давайте сейчас еще попыточку попробуем выжать максималку. Сейчас короче делаем последнюю попытку, едем уже тестировать елик, потому что я не хочу зацикливаться на одной машине и не хочу сильно длинный видос сделать, поэтому сейчас последняя попытка. Ой, блин, реально демон, просто демон, пацаны, у меня уже аж голос садится. Родная, давай, зацепись, пожалуйста, нам нужно увидеть, мы видели 255 максималку, все, как-то надо аккуратненько в поворот зайти, на скорости хотя бы там 200, 250, так, заходим в поворот, все, максималку нажимаем. Так, сейчас она должна нормально разогнаться, я так думаю, давай, родная, давай, 300 вижу, так, нитро подрубать, нет, подрубил нитро, 330, пизда, пизда. Ну что ж, взял я следующую машину, это у нас получается елик, как я и говорил, если что, это новый елик, новое поколение, самое последнее, максималка у него в стоке 248 километров, как у Ешки, то есть у них максималка идентична, то есть они одинаково едут. Вот, получается, стейч 5 стоит, если вам реально этот видос зайдет, если здесь будет много лайков, то я запишу еще одну часть, где будет тоже две машины, но какие, я вам пока что не буду говорить, а вы узнаете уже это в видосе, когда он выйдет. Если будет хороший актив, много комментариев, то, конечно же, я запишу еще одно видео, где мы будем тестировать стейч 5 на других машинах. К сожалению, у меня здесь на елике нету нитро, так, 320, 330 и пиздец, встали просто, я разъебался, блять, не извини, блять, не спасибо, не пожаловаться, просто уехали и все. Ладно, они там столкнулись, там извинились, я слышал, а передо мной хуй кто извинился, блять, ну реально, так не делается. Так, сюда я полегче с этим максималку раззаняю, 350, 355, 358 я видел, было 358, ну 360 почти было, реально, почти было 360 километров, 50 вижу, вижу 58, 60, 61 максималка, по-моему. Да, максималка, походу, 61 километров в час, ну 361, ну да, 361 или 362 там была, по-моему, максималка. Реально, надо будет еще записать видео Бугатти, стейч 5. Итак, пацаны, последняя попыточка, делаем, ну блин, 370, если он поедет, я охуею, просто надо сейчас четенько так в поворот вписаться и там чуть-чуть вывернуть, чтобы нормально пролететь. Так, вот мы едем, короче, сейчас надо аккуратно просто проехать, вот так вот просто летим, давай, 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 тихо, 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 не въебись. Так, пошел, 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 давай, родной, давай, я в тебя верю, не, нихуя, не получилось. Короче, 368, да, по-моему, была максималка, больше, пацаны, я не могу на этом елике выжить. Было бы нитро, скорее всего, он бы поехал 370, это 100%, но без нитро я не могу, пацаны. Мой, мой, мой скилл, как бы, все, это мой максимум, я не могу больше на этой дороге на нем выжить, чем я выжил. Поэтому, пацаны, я думаю, вам этот видос понравился, сегодня мы протестировали новую ешку и новый елик, и я очень доволен результатами, потому что, ну, 360 максималка, это очень хорошо, я считаю, мне очень понравилось. Ну, честно, если добавить этот стейч 5 для игроков, ну, это перебор, потому что, ну, даже негде толком разогнаться. Да, возможно, с нитром я бы здесь разогнался, но по всей карте не такие длинные дороги, как здесь, поэтому по городу вам стейч 5, я думаю, вообще не пригодится, потому что, ну, вы не успеете просто разогнаться. Темка очень прикольная, но лучше это пусть остается у разработчиков, пусть только разработчики могут себе ставить стейч 5, обычные игроки, пусть у них просто будет стейч 3, и все, я думаю, этого с головой хватает. Поэтому, пацаны, всех люблю, всех целую, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мою семью, как бы вся информация, если что, есть в описании, поэтому смотрите, я вас всех жду у себя в семье, поэтому, у кого есть желание, звоните, пишите, я вас всех приму. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.